Для участия в хоккейной сказке в Сочи приехало 12 команд из пяти стран. Все ребята 2003 года рождения. Первый международный детский турнир уверены организаторы. Позволит 11-летним хоккеистам продемонстрировать всему миру яркий пример сближения народов разных стран. К нам приехали действительно уникальные команды из Казахстана, из Киргизии, из Белоруссии и даже из Латвии. Вы представляете, это единение ребят, независимо от их национальности, независимо от их взглядов, их родителей. И они показывают действительно интересную историческую игру. Таких турниров, поверьте, еще в России не было. Игры хоккейного турнира идут сразу на двух рядовых аренах с 9 утра и до 8 вечера. Проходит Кубок Евразии по олимпийской схеме. Групповые игры, 1-4, финал 1-2 и финал. На Сочинские матчи приехали только сильнейшие команды, поэтому цель каждой – только победа. Правда, здесь, в олимпийской столице, признаются гости, они совмещают полезное с приятным. Столько настроенных катков, проживание в трехзвездочных отелях для детей. Просто таких условий мы не видели. Мы много где побывали, но условия идеальные, можно сказать. Атмосфера сама просто супер. Турнир, обещают организаторы, будет традиционным. Уверены, в следующем году увеличится и количество стран-участниц. Название же турнира «Хоккейная сказка» выбрано не случайно. В день закрытия, 28 декабря, для юных хоккеистов устроят новогодний бал с участием Деда Мороза. Пока же по итогам прошедших матчей лидируют команды России. Сегодня фаворит Кубка «Команда Русь» обыграла белорусскую юность со счетом 8-4. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова